Приветствую всех поклонников охоты и рыбалки. С вами Андрей Седоплатов, это программа в курсе дела. Сегодня в выпуске. Мы его теряем. Ученые уверены, негативные процессы на Байкале необратимы. Кушать подано. В Алтайском крае работают столовые для диких животных. Это уловистая маропетка. Мастер-класс по изготовлению популярной зимней блесны. Об этом и не только в ближайшие минуты. Поехали. Байкал на грани экологической катастрофы. К сожалению, это уже не предположение, а доказанный наукой факт. Почему омля в Байкале становится все меньше, а ничатых водорослей все больше? Действительно ли самое глубокое пресноводное озеро на планете постепенно превращается в гигантское болото? И, наконец, как сохранить уникальные виды байкальских растений и животных? Ответы на эти вопросы попытался найти наш иркутский корреспондент Дмитрий Гробовский. Байкал стремительно меняется. И если раньше на этом настаивали некоторые исследователи, сейчас, так говорят, десятки ученых. Озеро мельчает. Кое-где корабли не могут пристать к берегу. Пересохли колодцы. Ихтеологи, в свою очередь, утверждают, это лишь верхушка айсберга. Реальные проблемы скрыты в толще воды. Вот так озеро выглядело еще пять лет назад. А вот такое оно сейчас. Ничатые водоросли, характерные для болот, прижились в чистейшем водоеме мира. По мнению ученых, питательной средой для паразитирующих растений стали канализационные стоки прибрежных поселков и турбаз. Первые сообщения, первые звонки о том, что омуль исчезает, пошли от местного населения, от рыбаков с Малого моря. Игорь Ханаев руководит группой водолазных исследований Лимнологического института. Вместе со своими подчиненными он осмотрел берега. Вот как ученый объясняет исчезновение рыбы. Излюбленное летнее лакомство омуля – мальки-бычка-желтокрылки. Эта небольшая рыбка откладывает икру в прибрежных камнях. Но сейчас подводный грунт укрыт плотным слоем зеленой тины. Но куда он придет, если у нас полностью мелководье покрыто сплошным ковром матов, из матов ничтых водорослей. А желтокрылому бычку просто реально некуда деваться. Как проходя мимо таких мест, они переходят в следующие места, в следующие, в последующие места. Где-то, может, находят определенные локальные места для нереста, где-то не находят. В таком состоянии у нас сейчас находится практически все побережье Южного Байкала, где у нас происходит наиболее массовый нерест желтокрылки. Подлёдный лов – самый популярный способ поймать омуля на удочку. Рыбаки на целый сезон ставят вот такие юрты прямо на льду, их называют камчатками. Ловить можно, не выходя на улицу. Но сейчас люди вынуждены блуждать по озеру в поисках уловистых мест. Пока удочку в руки не возьмёшь, непонятно, из-за чего рыбачивать. А как только взял, сразу появляется надежда на что-то, что поймаешь. Хотя бы вот такую, а лучше, ну, давай, руку вот так сделай, другую. Вот такую. Природа для народа – бесхватный магазин. Но похоже, что в этом магазине товар кончается. По данным Иркутского рыболовного клуба «Маяк», уловы на байкальских камчатках сократились в разы. Ну, на сегодняшний день ситуация более чем плачевная, хотя бы даже потому, что люди, которые проводят на Камчатках очень много времени, там, от двух недель до двадцати дней, например, за это время, получается, что ездят туда практически только, чтобы вспомнить старые добрые времена, потому что возвращаются практически без уловов. Уловы и амулей на Бармашовы и Уды, то есть на любительский лов, упали это в разы, а может быть, в десятки раз. Это, наверное, подтверждает достаточно серьёзно то, что есть определённая проблема по снижению. Остановить негативные процессы на Байкале уже нельзя, говорят учёные, но можно свести их последствия к минимуму. Для этого необходимо перестать загрязнять озеро и начать борьбу с браконьерством. Возможно, тогда удастся сохранить уникальные виды растений и рыб, которые, кроме как на Байкале, больше нигде не встретишь. Зима. Для диких животных это самое тяжёлое время года. Холодно, еды мало. Добывать пищу в заснеженном лесу трудно и хищникам, и травоядным. Выжить в эту непростую пору зверям помогают люди. Если дикие животные сыты, мороз им не страшен. Но без помощи человекам, многим зверям и птицам пищу из-за обилия снега не добыть. А значит, и до весны не дожить. Именно поэтому на помощь лесным обитателям приходят работники заказников и охотхозяйств. Егеря раскладывают корм на специально оборудованных площадках – кормушках. Работают такие столовые для животных, как правило, с декабря по апрель. Весной с установлением тепла и таянием снега обитателям леса проще самостоятельно искать пищу. В Алтайском крае, например, для подкормки зверя этой зимой закуплено 22 тонны зерносмесей, 15 тонн сена и более полутора тысяч берёзовых и осиновых веников. Кормовая прессованная соль разложена на 170 солонцах ещё в августе. По словам алтайских хигерей, лесные столовые любят посещать кабаны, косули, лоси, моралы, зайцы и, конечно, птицы. Зимняя ловля на блесну у рыбаков пользуется огромной популярностью. Особенно им нравится ловить окуня. Этот неугомонный полосатик есть почти в каждом водоёме и на блесну клюёт с удовольствием. Например, на знаменитую маропетку. Как сделать эту снасть своими руками, расскажем и покажем прямо сейчас. А делать сегодня мы будем простую, но удивительно уловистую приманку под очень смешным названием маропетка. Её разработал известный питерский рыболов-спортсмен, мастер спорта международного класса Александр Воробьёв. Приступим. Блесну мы будем делать длиной 50 мм. Это универсальный размер, который работает как на Ладоге, так и на небольших водоёмах. Сначала нам надо сделать заготовку для будущей блесны. Отступаем от края фольги 7 мм. Прочерчиваем линию. От этой линии отступаем ещё 7 мм. Проводим черту, отрезаем. У нас получилась на вид ещё пока неказистая заготовка, но очень скоро она примет контуры узнаваемой блесны. Отмеряем одну треть от носовой части заготовки. Ставим поперечную метку. Затем к хвостовой части с обеих сторон от осевой линии на расстоянии 2 мм делаем отметки. Соединяем их с поперечной меткой. Тоже проделываем и с носом будущей блесны. И теперь самое главное. Нашей блесне нужно придать изгиб. Это мы сделаем с помощью тисков. Сгибаем заготовку под углом 90 градусов. Далее вырезаем по контурам. Закругляем напильником кромки нашей будущей блесны. Да, кстати, название маропетка – это сборная солянка. Ма – это значит блесна Матвейчикова. Ро – это производное слово роб. И петка – это окончание слова от названия известной блесны торпедка, с которой питерские спортсмены неоднократно выигрывали соревнования. И как бы оно обозначает, что эта блесна вобрала в себя положительные качества всех перечисленных блесен. Контуры блесны почти готовы. С помощью наждачной бумаги убираем шероховатости. Ну вот, смотрите, какая красота у нас получилась. Я вот уже себе представляю, как я пойду на рыбалку и ловлю на эту блесну кучу рыбы. Отложим пока ее в сторону и возьмем в руки проволоку для того, чтобы сделать две петельки. Одну для лески и вторую для ручка. Для этого отрезаем два кусочка проволоки. С помощью небольшого штырька придаем им форму кольца. Приступаем к пайке. Для пайки нам необходима паяльная кислота, припой, очень нужная вещь, пинцет. Ну и, собственно, паяльник, который у нас уже разогрелся и готов к работе. Первым делом займемся лужением внутренней поверхности заготовки, предварительно смочив ее несколькими каплями кислоты. Наружную сторону не трогаем. Далее лудим петельки и приступаем к сборке маропетки. Для сборки блесны я использую такое на вид примитивное приспособление, деревяшку, но она выполняет свою функцию. И, в общем-то, больше нам ничего не надо. Затем фиксируем нашу заготовку с помощью груза и впаиваем петельку поперек основной оси блесны. Фиксируем ее капелькой припоя, даем ему застыть. И припаиваем вторую петельку к хвосту будущей маропетки. Итак, мы зафиксировали две петельки нашей блесны. Теперь она выглядит уже почти совсем законченным изделием, но нам осталось заполнить внутреннюю поверхность блесны припоем. И, в принципе, блесна уже будет практически готова. Заполняем припоем переднюю и заднюю часть блесны. Очень важный момент. Перед тем, как производить дальнейшие манипуляции с нашей блесной, нужно обязательно с помощью раствора соды ликвидировать на ней остатки паяльной кислоты. Извлекаем блесну. С помощью кисточки убираем с ее поверхности остатки паяльной кислоты. Вытираем насухо. А получилось у нас следующее. Практически готовая блесна, которая нуждается в небольшой доводке с помощью напильника. И в дальнейшем морбить оснащена тройничком. Привязана к удочке. И я думаю, что стаи голодных рыб не оставят ее без внимания. Ну вот, в принципе, наша блесна готова. Некоторые любят довести ее до зеркального блеска путем полировки. Я считаю, что и в таком виде блесна будет уловистой. И здесь, скорее, все-таки важна настройка ее непосредственно на водоеме. То есть обязательно с собой должен быть напильник или надфиль. И по мере ловли можно стачивать часть припоя либо в верхней части блесны, либо в нижней части блесны. И тем самым добиваться необходимой нам игры. Ну, в принципе, окунь рассудит, какая блесна уловистая, какая нет. И совсем уж завершающий штрих – это оснащение блесны маленьким таким тройничком. Причем я предпочитаю на цевье тройника одевать два, бывает три, разноцветных кембрика. Очень повышает уловистость и дает окунью точку прицеливания. Тройничок прикреплен. Наша блесна готова. В принципе, можно смело отправляться на рыбалку. До встречи на водоемах! Совсем скоро все приверженцы активного отдыха на природе смогут принять участие во втором зимнем кубке телеканала «Охотник и рыболов». Подробности далее. 6 и 7 февраля в Лискинском районе Воронежской области на территории санатория имени Цурюпы пройдет второй зимний кубок телеканала «Охотник и рыболов». Для того, кто не мыслит свою жизнь без охоты и рыбалки, это мероприятие – отличная возможность пообщаться с единомышленниками, получить новый опыт и просто хорошо провести время. Но все же главное не это. Главное – соревнование. А значит, каждый участник кубка может доказать, что именно он – лучший. Побороться в этом году будет за что. На кону два современных маневренных снегохода. Один достанется победителю турнира по рыбной ловле, на втором уедет самый быстрый и меткий участник состязаний по охотничьему биатлону. Тематические мастер-классы, соколины-шоу, охота с борзыми на подсадную лисицу – это лишь малая часть того, что приготовил для гостей и участников зимнего кубка телеканал «Охотник и рыболов». Приходите, будет интересно! Мы принимаем ваши письма с фотографиями и вопросами экспертам. По адресу в курсе собака1tvch.ru не забывайте заходить на сайт охотникрыболов.tv С вами был Андрей Седоплатов. Увидимся ровно через неделю. Пока! Субтитры подогнал «Симон»